Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, капитан сборной России, а также отец четверых детей. Счастливая семья и большие достижения. Именно так можно описать его жизнь. И сегодня мы приготовили самый подробный и интересный выпуск о жизни легендарного хоккеиста. Хоккеист родился в Твери. Его мама – врач-травматолог, а отец – в прошлом баскетбольный тренер с 20-летним стажем. Поэтому уже в три года Илья умел плавать, да и в принципе был активным ребенком. Сначала отец пробовал его в баскетболе, однако в итоге было решено серьезно заниматься хоккеем. Причем отец отдал его в группу, где ребята были на два года старше него. Это было сделано неспроста. И мы считаем, что с этого момента и начал зарождаться тот профессионализм, которым Илья покорил всю Россию, а как мы узнаем позже, и всю Америку 2000-х годов. Учился Ковальчук в спортивном классе в школе номер 18. По словам учителей, мальчик был широкоплечим не по годам, а учился в среднем на тройке и четверке. Ведь основные мысли в детстве были только о хоккее. Тем более, его стремительный прогресс с ранних лет отмечал тренер команды и, конечно же, отец, который был главной опорой Ильи в подростковом возрасте. Впоследствии Валерий Николаевич даже напишет книгу о том, как вырастить хоккеиста, но обо всем по порядку. Его кумиром был Валерий Харламов, тот самый легенда номер 17, в честь которого Илья на спине носит этот номер. Пересматривая кассеты с голами и финтами нападающего, у парня формировалось понимание и чувство как молниеносных атак, так и харизматичного поведения на льду. Сначала он занимался в системе московского «Динамо», которые играли от обороны. Но Илья хотел больше времени посвящать атаке, и поэтому в 94-м он перешел в школу «Спартака». И в то же время он еще успевал играть за тверские команды трех разных возрастов. В его подростковой карьере есть два самых ярких и определяющих момента. Первый. В 15 лет на юношеском чемпионате Москвы Илья забросил аж 70 шайб, у ближайшего предшественника было только 35. Как итог, лучший снайпер турнира и приглашение в юношескую сборную России, в которой также не обошлось без фурора. А в январе 2000 года Ковальчук в составе сборной выиграл неофициальный юношеский чемпионат мира, который проводился в Канаде. Был признан лучшим игроком турнира, после чего его клюшка была передана в зал хоккейной славы в Торонто. И это все в 17 лет. Ковальчук был в ударе, общественность в шоке, а в прессе гласили о беспрецедентности такого события. За эти годы он невероятно улучшил скоростные навыки и технику, благодаря чему в 99-м подписывает свой первый хоккейный контракт со Спартаком. 500 долларов или 15 тысяч рублей в месяц получал Илья в свой первый год в качестве профессионального хоккеиста. Илья в целом хорошо вписался в команду. В своей дебютной встрече он забил первый гол за Спартак, но по итогам сезона команда так и не смогла выбраться в Суперлигу. Но все хоккейные лица помнили его выступление за сборную зимой 2000 года. И уже летом один из клубов Канады с вот таким длинным названием предложил Илье попробовать себя в юниорской лиге Квебика, на что игрок ответил отказом. Да-да, вы не ослышались. Ковальчук обосновал свой выбор тем, что обычно игроки уезжают на пики своей формы. Но тогда он не считал эту точку своим пиком и хотел продолжить свое развитие как нападающего в России. И чутье его не подвело, ведь в следующем сезоне он набрал 61 очко, да еще и вывел команду в Суперлигу. А вот уже после таких результатов в августе 2001 года Спартак не смог удержать игрока. И он подписывает контракт с командой Атланта Трэшерс, которая через десяток лет будет переименована в Виннипек Джетс. По контракту его зарплата составляла чуть больше миллиона долларов за сезон, а с бонусами выходило и все четыре. Это были отличные деньги, которые вносили свою мотивационную долю для хоккеиста. В свой первый сезон он получил травму и не смог стать лучшим дебютантом лиги того года. Но сам факт 29 забитых шайб в стартовом сезоне, да еще и в НХЛ, это планка, которую некоторые хоккеисты не могут преодолеть и за несколько лет. А здесь он зажег в первом же сезоне. Ковальчук – это бульдозер, который бесстрашно сметает на пути к воротам оппонентов. Кроме того, это еще и светлая голова. У него мягкие руки и он способен быть отменным диспетчером, говорил Дон Уоддал, генеральный менеджер Атланты с 1998 по 2010 год. За первые три сезона Илья заработал 205 очков, а в сезоне 2003-2004 стал лучшим снайпером лиги. Тогда ему было всего 21. Все прогнозировали, что такими темпами Атланта скоро дойдет и до финала Кубка Стэнли. Но профсоюз не смог договориться с руководителями клубов, поэтому осенью 2004-го в НХЛ наступил локаут. И этот вопрос до какого-то времени остался загадкой. Сезон 2004-2005 Илья провел в Акбарсе. Если кратко, то у клуба была задача выиграть чемпионат России, а в состав помимо Ильи были приглашены еще и легионеры. В общем, зарплатная ведомость клуба превысила 1 миллиард рублей. Но на удивление Акбарс не попал даже в тройку призеров. Ковальчук показал результат даже ниже своего первого сезона за Атланту. Отчасти это было из-за конфликта с тренером Белилетдиновым. Ну да ладно. Люди думали, все, звезда пошла на спад. Но не тут-то было. Уже в 2005-м локаут был отменен. В клубе произошли некоторые перемены в составе. Пришли Мариан Госса и Марк Савар. С этими талантливыми игроками Ковальчук отлично сыгрался по ходу сезона, в результате которого каждый из хоккеистов заработал по 90 очков. А Илья даже оформил покер и впервые в карьере забросил 52 шайбы и заработал 98 очков за сезон. До этого никому не удавалось достичь даже 50 голов. И это было потрясно. А особенно хорош Илья был в большинстве. И я попрошу вас это запомнить. Илья в течение многих лет был не только основным игроком Атаки и лидером Атланты, но и одним из тех, с кем ассоциировалось имя команды. Спустя некоторое время в клубе Ковальчука уже выбрали капитана. Дело в том, что команда потеряла одного из нападающих той заветной тройки, и результаты пошли на спад. Коллектив даже не выходил в плей-офф, и надо было что-то менять. Теперь поговорим об успехах Ильи в составе сборной. Самым удачным выдался 2008 год. Тогда на протяжении всего сезона в Атланте Илья находился в отличной форме. Но вот в стартовых матчах за сборную набирать очков никак не получалось. Несмотря на критику, тренер сборной Вячеслав Быков все же включил игрока в заявку на финальный матч против канадцев. Он верил в игрока и знал его физические возможности. В третьем периоде Канада вела в счете 4-2, но шайбы Терещенко и Ковальчука перевели встречу в овертайм, где позже один из игроков Канады заработал удаление, и наша команда две минуты играла в большинстве. И вот что было дальше. Старания всей команды, а в частности две шайбы Ильи, обеспечили победу на чемпионате мира спустя 15-летний перерыв. Люди не спали всю ночь, праздновала вся страна. Да, и поскольку хоккей это в первую очередь бизнес, а во вторую уже игра на льду, то в феврале 2010-го Илья переходит в Нью-Джерси, которые на тот момент лидировали в Атлантическом дивизионе. Руководство хотело убедиться, что хоккеист сможет заиграть в команде на высоком уровне, поэтому, получив права на Ковальчука, решили сразу не подписывать с ним долгосрочный контракт. Игрок же, несмотря на критические отзывы в свой адрес, в каждом из четырех сезонов затыкал всем рот своими забитыми шайбами. В сезоне 11-12 и вовсе настолько сумел проявить свои лучшие качества, что набрал 102 очка за 100 матчей, и это отличные цифры. В этом же году команда выиграла Кубок Восточной конференции, но отчасти из-за травмы спины, которую нападающий получил в плей-офф, Кубок Стэнли выиграть так и не удалось. В серии они уступили Лос-Анджелес Кингс со счетом 4-2. Летом 2012-го в НХЛ снова наступил локаут, и на протяжении половины сезона Илья выступал за коллектив из Санкт-Петербурга, и поскольку уже имел за плечами большой игровой опыт, стал его капитаном. Его напарниками по звену были Владимир Тарасенко, который сейчас выступает за Сент-Луис, и Виктор Тихонов из Акбарса. Ковальчук продемонстрировал не только умение результативно играть в нападении, но и сумел проявить себя как командный игрок. Как раз таки в этот сезон у него несколько поменялся стиль игры. Если раньше Илья предпочитал больше самостоятельно реализовывать моменты, то теперь уже он больше играл на команду и выступал в качестве ассистента для более молодых галеодоров. Такие перемены привели к тому, что Илья заработал 42 очка за 36 матчей, и передач среди них было больше, чем собственных шайб. А укороченный сезон в Нью-Джерси сложился менее удачно, чем в России. И из-за травмы Илья пропустил порядка 10 матчей, другие легионеры не смогли хорошо войти в сезон, и в результате клуб не попал в плей-офф. Вообще, контракт с клубом из НХЛ был рассчитан до 2025 года, но Ковальчук решил вернуться в СКА. Новость, конечно, была шокирующая, но, как мы узнаем позже, переход того стоил. И к тому же, игрок хотел больше времени проводить с родными. И это должно быть понятно каждому из нас. А вообще, руководство СКА ну очень хотели заполучить хоккеиста, и предложили Илье зарплату, сопоставимую с американской. Чуть больше 10 миллионов долларов в год теперь получал игрок, и стал самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ. Перед клубом стояла задача выиграть Кубок Гагарина. Чего сделать в первый сезон, увы, не удалось. Несмотря на отсутствие постоянных партнеров в звене, следующий сезон выдался одним из самых успешных в карьере Ильи. Тогда во втором звене играли Панарин, Шипачев и Додонов. И в регулярке все игроки суммарно забросили 210 шайб, и в итоге СКА вышли в плей-офф со второго места. На пути стояли Нижегородская Торпеда и Московская Динамо, с которыми СКА разобрались без особых проблем, и обе серии закончились со счетом 4-1. Впереди финал Западной конференции и, конечно же, ЦСКА. Это была самая взрывная серия розыгрыша плей-офф 15-го года. Это без сомнений вам скажет каждый эксперт. В первых трех матчах выиграл ЦСКА, в каждом из которых забивал три шайбы. А в четвертой игре произошел переворот в серии. СКА, будто возродившийся Феникс, встрепенулись, и с разгромным счетом одолели москвичей 4-1 и 2-6. Игроки наконец-то по-настоящему почувствовали, что еще не все потеряно. И в их силах сотворить историю, в которую еще неделю назад невозможно было поверить. В овертайме шестого матча СКА сделал счет в серии 3-3. И теперь шансы на проход были одинаковы. И уже в седьмом матче команда Ковальчука в третьем периоде решает исход встречи. Впервые выигрывает Кубок Западной конференции и получает право сыграть в финале с казанским Акбарсом. Однако с Акбарсом играть было несколько проще. Тем более после такого препятствия, как ЦСКА, страх и уверенность больше не имели места во взглядах и действиях игроков СКА. Армейцы понимали, что все зависит только от них. Тренерский настрой, командный дух и поддержка опытного капитана в каждой встрече дали свои плоды. Счет в серии 4-1 и победа в финале Кубка Гагарина. Ковальчука, кстати, признали самым ценным игроком плей-офф, но Илья посчитал нужным отдать эту награду Додонову. И сделал это прямо на церемонии вручения. Ведь на самом деле Евгений забросил 15 шаек, в то время как Илья сделал 8. 100% достойный поступок со стороны капитана команды. Илья продолжает играть за СКА до 2018 года. И, кстати, за это время с командой выигрывает еще один Кубок Гагарина, только теперь уже обыгрывая в серии 4-1 Магнитогорский Металлург, которым тогда руководил Илья Воробьев. За все время игры за клуб из Санкт-Петербурга Илья забил 161 гол и отдал 209 передач. Заметно больше стал играть на команду и трофеи не заставили себя долго ждать. О нем много писали в газетах, клубу пророчили 3-й Кубок Гагарина. Но Ковальчук снова решил попробовать свои силы в НХЛ, о чем заявил весной 2018 года. Также в 2018 проходили Олимпийские игры в Корее, где выступали наши спортсмены. Главный тренер Олег Знарок, Илья Ковальчук, а за его плечами армия опытных и талантливых хоккеистов. В тот год у нас было для победы все. Уже на стадии плей-офф сборная России без труда разобралась в Норвегии. 6-1. Затем в полуфинале одолели Чехов. 3-0. А в финале нас ожидала сборная Германии. И это была самая невероятная игра на Олимпиаде того года. В третьем периоде наша команда проигрывала со счетом 3-2. И только на последней минуте Никита Гусев сравнял счет. 3-3. А уже в овертайме Кирилл Капризов забил победный гол и принес всей сборной, а в том числе и Илье, долгожданное олимпийское золото, о котором он мечтал с 5 лет. В Шереметьево болельщики всю команду встречали овациями и улыбками, а остальные еще несколько дней точно были на эмоциях от произошедшего триумфа. Летом он уезжает в Лос-Анджелес, но за 64 игры набирает всего 34 очка, и его команда занимает последнее место. На Илью возлагались большие надежды, поэтому на него обрушивается критика со всех сторон. И в середине следующего сезона его поместили на драфт отказов с последующим расторжением контракта. Немного непонятна позиция клуба, то есть они заключают контракт с 35-летним игроком, который провел 5 сезонов в КХЛ, где скорости заметно ниже, и ожидают от него такую же результативность, ну да ладно. Далее с Ковальчуком и заявили желание поработать в Монреаль Канадиенс. Они предложили ему контракт на один год с зарплатой 700 тысяч долларов. Само собой, в обществе это вызвало неоднозначную реакцию. Вроде бы у игрока спад, и посреди сезона его подписывает клуб из НХЛ, но Илья всю свою игровую карьеру чувствует моменты, когда нужно включиться на все 150% и устранить сомнения общественности своими результатами на спортивной арене. Игрок набирает 13 очков за 22 матча в команде, которая по классу была не выше, чем Кингс, да и сам Илья признавался в интервью, что в его возрасте о статистике думать уже поздновато. А зимой 2020-го Ковальчук был обменен в Вашингтон. Классная атмосфера клуба, да еще в котором капитаном является твой давний друг и коллега по сборной Александр Овечкин. В Вашингтоне Илья на небольших оборотах доиграл сезон. Всего 5 набранных очков. И вообще, этот переезд в Америку в 2018-м был сделан из-за того, что Илья хотел стать членом тройного золотого клуба, для вступления в который ему не хватало только Кубка Стэнли. В декабре 2020-го клуб из Омска проявляет интерес к форварду и ставит цель выиграть заветный Кубок Гагарина. В команде Илью безоговорочно выбрали капитана. Наличие такого игрока, как Ковальчук, дается командникам некое спокойствие внутри. Они обретают опыт борьбы со стрессом, который неизбежен на стадии плей-офф. Ведь капитан все эти чувства знает по себе и передает эту энергию более молодым коллегам по команде. А если говорить о результатах, то коллектив вышел со второго места в регулярном чемпионате. А затем и вовсе в финале Востока одолел Акбарс, который находился на первой строчке и выиграл Кубок в Восточной конференции. В 2002-м году Илья познакомился с Николь, которая в то время выступала в музыкальной группе «Мираж». Впервые он увидел ее по телевизору и захотел познакомиться. Затем через знакомых нашел ее номер и начал ухаживать за девушкой. Илья раньше и не думал, что красивая девушка может быть еще и умной. И когда он понял, что Николь именно такая, то был покорен ею. А она в свою очередь еще и не понимала с хоккеистом какого уровня встречается. И когда пришла на матч Атланты, увидела сколько людей носят на спине фамилию Ильи. И это был почти весь стадион. Что говорить, Николь была в шоке. Сейчас они вместе уже более 17 лет. Имеют четверых замечательных деток, которые так же, как и родители, в свободное время занимаются спортом. Старшая дочь Каролина выбрала художественную гимнастику. Филипп играет в футбол. И даже одно время занимался в бразильской школе клуба «Коринтианс». А Артем выбрал для себя хоккей. И вообще, Илья очень хороший семьянин. И все свободное время, которое у него остается, он уделяет именно жене и детям. Вот несколько красивых и элегантных фотографий с Николь. А также яркие и веселые моменты с детишками. И, кстати, вот видео с его домашних тренировок при коронавирусе. У Ильи был собственный дом в Нью-Джерси, который он продал примерно за 18 миллионов долларов. А позже он с семьей въехал в новый особняк в Лос-Анджелесе, в самом дорогом районе Беверли-Хиллз. Что удивительно, ранее в этом доме жил президент США Никсон, одно время актриса Дженнифер Энистон и даже Элвис Пресли. А теперь интересные факты. У Ковальчука разного цвета глаза и назвали его в честь былинного богатыря Ильи Муромца. Однажды в интервью хоккеист рассказал, как он восстанавливается после игр. После любой игры я выпиваю три бадлайта по 0,33. Ухожу на своих голов на плечах. Если ты это делаешь для того, чтобы остановиться, когда ты потерял там 4-5 килограмм после игры, то только идешь в пользу. А если ты пошел в ресторан и выпил 300 грамм водки, то понятно, что это убивает печень, голову и все что угодно, организм. Надо же сравнивать вещи. Установить кислотно-щелочной баланс, покушать хорошо, выспаться. Слушай, с утра встаешь как новое, так что рекомендую всем. Жалко, что некоторые это понимают не в том ключе, но факт остается фактом. В НХЛ Ковальчук получил прозвище Капитан Крюк, так как он четырежды попадался на том, что у его клюшки специально был сделан неправильный загиб. Это позволяло ему с большей скоростью отправлять шайбу в ворота. В 2013 Ковальчук вместе с Малкиным снялся в кино 12 месяцев. Получилось так, что его дважды просила сестра. Илья не совсем-то и хотел, а по итогу остался доволен. Сощитник рижского «Динамо» Мюррей прямо из раздевалки украл клюшку Ковальчука. Это случилось в Риге в январе 2021 года. Конечно, его вычислили по камерам, а в клубе применили соответствующие меры. Отец Ильи написал книгу о том, как воспитать хоккеиста. В ней рассказывается о первых его шагах в хоккее. Возможно, это будет пособием для родителей, которые желают отдать ребенка в большой спорт. Также Илья организовывает благотворительные матчи в рамках программы «От чистого сердца», доходы от которой направляются людям, нуждающимся в финансовой помощи. А теперь о главных достижениях Ильи. Дважды победитель Кубка Гагарина в составе СКА, двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион 2018 года. В Атландии за все время существования клуба признан лучшим игроком. При этом он набрал 615 очков, сделал 11 хет-триков и забросил 40 победных шайб. За СКА имеет максимально длинную серию с набранными очками – 13 матчей. Также набрал максимальное количество очков в одном матче – 6. Это произошло в 2016 году против Салавата Юлаева. Матч закончился со счетом 7-1. Ковальчука смело можно считать примером для молодого поколения. И безусловно, спады в карьере случаются у всех, но на смену им всегда приходили героические возвращения. Да и вообще, если посудить в целом, то вся карьера игрока после Атланты – это одни сплошные вызовы. СКА, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа? Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым Со мной все хорошо, просто я забыл как дышать Я начал игру, но забыл как играть Все нормально, просто стало вдруг темно На юге стало холодно Моя игра, моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра, моя игра Здесь правила одни и цель одна Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа?